Нынешний визит Великой Княгини Марии Владимировны был насыщен встречами и включал в себя не только знакомство со столицей. Галина Титарчук встретилась сегодня с главой Императорского дома и узнала, какие сувениры для августейшего сына увезла с собой титулованная особа. Одним из заключительных пунктов в плотном графике Великой Княгини Марии Владимировны стало посещение мемориального комплекса летчика-космонавта СССР Андриана Николаева в Шоршеллах. Глава Российского Императорского дома возложила цветы к мраморному саркофагу космонавта номер 3. Сразу после этого высокие гости направились в Еловую аллею, в которой с каждым годом становится больше деревьев. Сегодня рядом с елью, посаженной главой Чуваши и Михаилом Игнатьевым, появилась еще одна зеленая красавица. Очень приятно, когда с землей работать, с цветочками, разная зеленая, очень всегда приятно потом смотреть, что выйдет. Но, во всяком случае, моя бабушка очень любила, она даже довольно профессионально занималась. В музее космонавтики гостям показали и уголок класса Шоршеллской семилетней школы, и парту, за которой учился маленький Андриан. Листки бортового журнала космических кораблей «Восток-3» и «Союз-9», заполненные рукой Николаева. Скафандр для старта и спуска. Личные вещи Андриана Григорьевича. Тюбики с космической пищей. Великая княгиня с большим интересом слушала экскурсовода. После просмотра экспозиции свои эмоции оставила в книге предложений. А директор музея Александр Тугмаков, в свою очередь, подарил княгине Марии Владимировне книги о чувашском космонавте. Глава Российского императорского дома обещала вернуться в Чувашию и еще раз более детально ознакомиться с мемориальным комплексом в Шоршеллах. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.